Продолжаем выпуск. Затягиваем пояса потуже. Новый премьер провел первое совещание с Кабинетом министров и обозначил ключевые задачи. Темп работы будет высоким, а спрос жестким, заявил Улжас Бектинов. Кто из министров поручил персональные поручения и о каких задачах идет речь, расскажет моя коллега Фариза Булатпек. Она с нами сейчас на прямой связи. Фариза, добрый вечер, ты в эфире, тебе слово. Айгерим, добрый вечер. Поручение от Бектенова сегодня получили первый вице-премьер Роман Скляр, а также три новоназначенных министра. Главы Минфина, нациоэкономики и здравоохранения. И если с главой Минздрава все более или менее понятно, Аль Назаровой предстоит навести порядок в системе ОСМС, то перед финансовым блоком правительства довольно непростая задача провести ревизию и сократить второстепенные траты. Да, подобное поручение звучало и ранее, только теперь обозначены конкретные сроки. Например, у Акимов на сокращение ненужных расходов и оптимизацию бюджета есть ровно месяц, а вот у центральных госорганов всего 10 дней. Экономикин дамытудың ұзақ мерзімдік кезенгерін алған джиелі паймын тұшырымдау қажет. Сапалы экономикалық серплес шасау үшін барлық иқтималық ресурстарды толық көлемде пайдалануымыз керек. Ресурстар бар, өсу қарқының тейімді ұлғайту, экономикалық әртіріптандыруды білсендірек жүргізу, инвестиция тарту және барлық салалық проблемаларды шешу үшін үкіметке жеткілікті өклеттіктер берілген. Роман Астелер. создавать рабочие места. Кроме того, за месяц правительство и Акимы должны выработать предложение по привлечению частных инвестиций в строительство заводов по переработке мусора. Опрошенные нами эксперты, правда, сомневаются в том, что это поручение удастся выполнить за месяц. В Казахстане вот уже третий год. Говорят о планах по строительству шести мусороперерабатывающих заводов, но отклика от бизнеса эти проекты так и не нашли. Вся проблема нашей системы безуправления, что все хотят быстро, все хотят сейчас и все не вчера, поэтому это маловероятно, потому что опять это будет формально исполнено, то есть это будет исполнено, надумайтесь, так вот, не привлечившись к инвесторам, а может быть, даже заставить в применительном порядке инвесторов, а предпринимателей, вписаться, так сказать, включить ко всему инвестору. Но это так не работает. Сокращать бюджетные траты, открывать производство, создавать рабочие места и привлекать инвестиции – это ключевые задачи, которые Бегтенов ставит перед Кабмином и требует от них решительных действий. Айгерим, сроки по многим поручениям минимальные, отведенные дни для их исполнения пролетят очень быстро. Посмотрим, кто и как справятся. Да, мы все будем пристально за этим наблюдать. Спасибо, Фариза.